Всем привет, друзья! На этом чемпионате Европы уже возникло немало сенсаций. От Северной Ирландии до обычной Ирландии, от сборной Исландии до сборной Венгрии. Но за этими чудесами все упустили выход сборной Уэльса с первого места со своей группы. Мы с компанией Триобет считаем, что это настоящий феномен, и поэтому решили разобраться, почему так вышло. Это проект Football Around the World. Поехали! Первым делом хотелось бы отметить сразу несколько причин. Это Бэйл, 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 Бэйл и снова Гаррет Бэйл. Это настоящий лидер и вождь, при виде которого все игроки сборной Уэльса не могут играть плохо. Напомню, что Гаррет Бэйл единственный игрок на этом чемпионате, который забил во всех матчах группового этапа. Но один игрок не может тащить команду, и из этого вытекает еще одна причина. В эту причину входят два игрока. Это Джо Аллен и Аарон Рэмзи, связующее звено в центре поля, которое соединяет оборону британской закалки и того самого Гаррета Бэйла, который в нападении все рвет и мечет. Именно Джо Аллен и Аарон Рэмзи являются теми игроками, которые сделали наибольшее количество передач на того самого Гаррета Бэйла. Вспомнить, как в матче со сборной России Джо Аллен постоянно, регулярно разрезал оборону российской команды, отдавая передачи на Гаррета Бэйла, а первый гол забил Аарон Рэмзи именно с передачи Джо Аллена, которая проникала прямо в середину обороны сборной России. Еще одним фактором успеха сборной Уэльса являются ее болельщики. Настоящие британские болельщики, которые следовали за своей командой на протяжении всего турнира, на всех матчах и оказывали невероятно мощную поддержку. В конце третьего матча, когда стало понятно, что сборная Уэльса уже выходит из группы с первого места, болельщики не могли сдержать своих эмоций и плакали на стадионе. На протяжении всего турнира болельщики сборной Уэльса были громче, чем болельщики команды соперников, и поэтому я думаю, что при такой поддержке играть плохо просто невозможно. И крайняя причина, почему Уэльс настолько успешен на этом чемпионате, это заниженные ожидания. Все считали, что с первого места выйдет сборная Англии, второе место было под вопросом, но сборная России самоустранилась, словаки немножко не дожали, а Уэльс показал просто потрясающую игру, заслужив не только второе место, но заняв и первое, несмотря на то, что они проиграли сборной Англии в весьма спорном матче. Что касается прогнозов насчет выступления сборной Уэльса на этом чемпионате Европы, они весьма оптимистичные. Далее сборная Уэльса встретится с командой Северной Ирландии. Эта команда является очень удобным соперником для Уэльса. Уэльс знает, как играть против британского футбола, поэтому весьма вероятно, что сборная Уэльса пройдет в одну четвертую финала, а там все будет зависеть от соперника. В этом ролике мы рассказывали, почему Уэльс крут. Смотрите предыдущие ролики прямиком с чемпионата Европы, подписывайтесь на канал, если хотите увидеть новые видео. Это был Сережа Джойкют, компания Триобет, проект Football Around the World. Пока!